Прошу в момент тишины, чтобы упомянуть жертв войны. Нельзя убивать женщин, детей. Украина – жертва. Это всем понятно. Сердце крови обливается, как у многих россиян, и вообще у многих людей, от того ужаса, который претворит моя страна. О чем с Путиным можно говорить? Путин бомбит Мариуполь и другие русскоязычные города. Он бомбит русских. Если на стороне Путина много людей, живущих в свободном мире, это уже проблема. Я категорически не приемлю того, что от моего имени сейчас делает моя Родина. Здравствуйте. Это программа «Балтия». Меня зовут Владислав Андреев. Антивоенные акции в странах Балтии проходят чуть ли не каждый день, но состоявшаяся в Риге акция протеста особенная. Русский голос против войны. Название говорит само за себя. Жители Латвии, как коренные, так и переехавшие сюда из других стран, те, для кого родной язык русский, выступили с громким осуждением агрессии Путина в Украине. Они собрались у символа свободы Латвии и независимости Латвии у памятника свободы в центре латвийской столицы. Латвия. Латвия. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас прошу момент тишины, чтобы упомянуть жертвы войны. Что вас привело сюда? Конечно, солидарность с народом Украины. Вы понимаете, что нельзя убивать женщин, детей? Украина – жертва. Это всем понятно. Не всем. Как вы думаете, почему так мало людей здесь? Потому что, я думаю, в 90-е годы нельзя было отключать русскоязычное телевидение. Оно должно было быть. Это отдали на утку московской пропаганде. Это неправильно. Теперь Латвия пожинает плоды этого. Я не хочу просто молчать. Хочу донести идею, мысль, что мы не все одинаковые в плане мышления с другими русскоязычными. Потому что, к сожалению, в соцсетях они иногда кричат громче. И я хочу, чтобы мой голос тоже был слышен. С теми, с кем... Кто против войны, кто против этих чудовищных... Вообще, звер. Если на стороне Путина много людей, живущих в свободном мире, это уже проблема. Отвечает ли на этот вопрос, как вы говорите, малочисленность пришедших на митинг? Думаю, нет. Мы же говорим о чем? Это впервые собралась русскоязычная, не поддерживающая Путина Латвия. Возможно, в следующий раз будет больше людей. Возможно, это движение перейдет из митингового в какое-то более практическое. Но я бы не ставил знак дождества между немногочисленностью митинга и немногочисленностью русскоязычных латышей, способных сказать «нет» преступлениям России. Я думаю, что русскоязычным людям, которые здесь живут, и гражданам Латвии, и негражданам, и гражданам России в особенности, которые проживают здесь в Латвии, нужно сказать, что Россия – это не монолит, что в России много людей, которые выступают против путинской агрессии, которые хотят, чтобы Украина восстановилась как независимое государство и в те границы, которых она была в 2014 году, и которые считают, что ради, собственно, самой России нужно, чтобы российские войска ушли из Украины. Путин же говорит, что русские украинцы – это один народ. То есть по его собственной логике он ведет войну против собственного народа. Это такой аутсорсинг гражданской войны в России, в соседнюю страну. Когда Путин бомбит Мариуполь и другие русскоязычные города, он бомбит русских, он бомбит русскоязычное население. И в этом смысле он просто демонстрирует россиянам, самой России, что он сделает, если они пойдут по тому пути, по которому пошли украинцы. Я чувствую невероятную боль, и эта боль, с ней невозможно справиться, представить себе, что чувствуют сейчас украинцы. Невозможно не справиться, не жить дальше, не делать вид, что жизнь продолжается. Я понимаю, что митинг – нет войне, и, конечно же, нет войне, потому что до войны не может быть априори, не может быть ни под каким видом, никогда. Не может быть до чужому горе, до чужой боли, чужой смерти, чужим ранениям, бедам детей. Этого не может быть. Это какое-то искажение реальности, в которую попала моя Родина. Такого не может быть. В России достаточно большое количество людей, которые чувствуют так же, как я. Многие, те, у кого была такая возможность, уехали, у кого нет такой возможности, остались, но продолжают чувствовать такое же горе и такую же боль за все то, что сейчас происходит в Украине. За эту бесчеловечную войну, которую начала Россия. Это моя страна, это моя Родина, я ее очень люблю. И я тоже часть этой страны, и я категорически не приемлю того, что от моего имени сейчас делает моя Родина. Я рижанка, я гражданка, я русская, я православная. Я пришла для того, чтобы не повторилось то, что повторилось с моей семьей с обеих сторон, со стороны мамы и со стороны папы. Все были высланы. Все были в Сибири. 18 лет. Я родилась в Сибири. Не хочу повторения этого кошмара. Еще пришла потому, что мама моя покойная была председателем общества мемориал в Латвии. А теперь оказалась... Мама, наверное, в гробу крутится, потому что и агентами считается весь мемориал, всех разогнали. Ну вот, потому и пришла. Есть две причины. Рациональная для меня и эмоциональная. А эмоционально заключается в том, что у меня сердце кровью обливается, как у многих россиян и вообще у многих людей от того, что ужаса, который творит моя страна в Украине. А эмоционально заключается в том, что Путин замарал наш народ в крови и разрушил уже фактически наше будущее. Сделал нас изгоями в мире. И я, как человек, который любит и переживает за свою родину, не могу оставаться дома. Я русскоязычный, но родина-то моя Украина. Но мне жалко, гибнут люди. Надо как-то останавливать это все дело. И поэтому я и пришел. Что бы вы сказали Путину, как украинец из Латвии? Ничего о Путина не могу сказать. О чем с Путиным можно говорить? Ну и в разных плоскостях, в разных мировоззрениях. О чем я с ним могу говорить? Меня в целом пугает, что в 21 веке это началось. Это ненормально. Убивать людей – это просто нет слов. Этого не может происходить в 21 веке, когда мы пережили две мировые войны. И я считаю, что одно свое присутствие на таком мероприятии показывает, что русские и украинцы могут быть вместе против этой войны. Мы решили уехать сюда. Теперь живем здесь и с горечью смотрим на то, что происходит, как у нас в России. И невероятно больно быть русским сейчас, в это время. Хотя все говорят, что нет такого понятия, как коллективная ответственность. Но все-таки она есть. Мы ее чувствуем. А вот вы, как бывший россиянин, что бы сказали людям, которые поддерживают Кремль, но при этом живут здесь, в европейской Латвии, и многие в России даже не были никогда? Да, я встречаюсь с этим. И у меня одно предложение им. Продавайте здесь дом, квартиру, езжайте в Россию. Живите со своим Путиным там. Нам хотелось говорить, что мы хотим. Жить в свободном мире, выбирать свое будущее самим. Не бояться. И нам хотелось быть окруженными такими же людьми. То есть в России нужно очень постараться, чтобы исключить из своего окружения людей, которые поддерживают вот этот вот режим путинский. И вот мне очень хочется как бы жить в этом, быть окруженным этим всем. Потому что это морально довольно тяжело. Когда мы жили в России, да, мы всеми силами старались, разговаривали с нашими родными, с нашими близкими, друзьями, знакомыми, пытались как-то донести свою позицию. В течение нескольких лет бьешься как об стену этого равнодушия, непонимания, для чего ты это делаешь, когда тебе говорят. Может, мы поговорим о чем-нибудь другом. Может быть, сменим тему. Опускаются немного руки, потому что хочется жить, да, здесь и сейчас. Мы молоды. И мы хотели просто жить. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья козацького роду. Слава Украине! Героям слава! В свободной европейской мирной Латвии, к удивлению многих противников войны, немало и так называемых русскоязычных жителей, которые поддерживают агрессию Путина в Украине. Еще больше тех, кто молчит, пытаясь сохранить нейтралитет. Удастся ли при этом этим людям сохранить лицо? Участники митинга в Риге полагают, вряд ли. Время компромиссов прошло. Это означает, что если ты не против войны, ты за. Это была программа «Балтия». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин